Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет обзор специальной версии операционной системы Android, которая называется Android Go. Мы поговорим о том, когда эта система была представлена, для кого и в принципе зачем она разрабатывалась, ну и конечно же я покажу ее интерфейс и фишки. Давайте начинать. Итак, Android Go или, правильнее сказать, Android Oreo Go Edition впервые был представлен на конференции Google I.O. 2017. Что такое Android Go? Android Go это специальная версия операционной системы Android, только она создана для самых слабых устройств, от которых стоит прямо самое дешевое железо. Поэтому для таких стран, как Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика и очень многие другие страны, где много бедных слоев населения, они покупают себе дешевое устройство и была придумана программа Android Go. И рекомендуемые железные требования для этой версии операционной системы на секундочку всего 1 гигабайт оперативной памяти и минимум 8 и максимум 16 гигабайт постоянной памяти. И на данный момент у нас уже есть целых две версии Android Go. Это Android Oreo Go Edition, то есть Android 8 и Android Pie Go Edition, это уже Android 9. И основная суть заключалась в том, что нам нужно было взять обычный Android, выпилить из него вот прям все ненужные функции, которые не нужны более дешевым смартфонам. Но на секундочку скажу, что я не нашел прям так много функций, которые выпилили реально, очень много скрыто под капотом операционной системы. А также вторая задача заключается в том, что нам нужно было взять приложения и превратить их в облегченные, то есть для того, чтобы смартфону было их легче запускать, кто же выпилить оттуда некоторые функции. Естественно, что всех разработчиков приложений не заставили это сделать, поэтому компания Google сделала это со своими основными приложениями, а также с самыми крупными партнерами, например, как Facebook. И как сказала компания Google, лично их приложений они смогли уменьшить в 2 раза. И конечно же, как и с программой Android One, Android Go поддержали многие крупные производители и на текущий момент времени известно, что таких устройств уже было продано по всему миру более 100 миллионов штук. Из самых известных моделей это у Samsung J4 Core, Huawei E5 Lite, Nokia 2.1 и конечно же, без всеми народной любимой компании не обошлось, у меня в руках сейчас Xiaomi Redmi Go, на котором установлено Android Go и на его примере я вам сейчас покажу, что это такое и как это работает. В общем-то, наконец-то, уже после такого долгого предисловия, давайте наконец-то начнем. Итак, как я уже сказал, сейчас у меня в руках Xiaomi Redmi Go. Это устройство сразу же стоит у нас всего 4000 рублей, в нем установлен всего 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт постоянной памяти. Полный обзор этого смартфона скоро выйдет на канале, поэтому прям слишком много я о нем говорить не буду, но сразу же говорю, что устройство просто офигенное за свои деньги. Вот это просто кайф. Но возвращаемся к Android Go. Для того, чтобы вам было более-менее удобно наблюдать за интерфейсом, сейчас слева появится дублирование экрана. В общем и целом, если смотреть на Android Go, то он все-таки немножко отличается от самого стандартного Android. Давайте мы сначала зайдем у нас в настройки и посмотрим информацию об устройстве. версия Android 8.1, то есть это Android Oreo Go Edition. Последнее обновление патча безопасности 1 мая 2019 года, то есть очень даже свежее. Как я уже сказал ранее, в Android Go у нас оптимизировали систему для слабых устройств и выбилили отсюда некоторые устройства, которые, грубо говоря, этим слабым устройствам не нужны. Например, одно из таких – это трансляция и Chromebook. Давайте зайдем подключенное устройство. И я сейчас вам покажу скриншот Xiaomi Mi 1, где у меня также установлен Android 8.1, и там будут присутствовать пункты «Трансляция» и «Chromebook». Как видим, на Android Go таких пунктов у нас нет. Хотя сама трансляция на самом деле здесь поддерживается. Давайте мы зайдем в YouTube и увидим, что вот сверху у нас будет как раз-таки значок «Трансляция и Chromecast». То есть я могу передавать какое-то видео, например, на телевизор, либо стримить его на другие устройства. Но, тем не менее, стримить сам экран смартфона через тот же Chromecast я не смогу, потому что такого пункта в меню у нас отсутствует. Следующее, что я заметил, чего у нас нет на Android Go – это менеджер хранилища. Давайте зайдем соответствующее меню. И я сейчас опять ставлю скриншот Xiaomi Mi 1, где вы увидите, что вот в этом месте у нас должен присутствовать такой пункт, как «Менеджер хранилища». И это крайне странно, потому что, как видите, у нас очень мало свободного места на телефоне, и поэтому пресловутый менеджер хранилища, который как-то бы у нас оптимизировал файл и удалял бы что-то ненужное, он бы был здесь полезен. Но я думаю, его выпилили из-за того, потому что он, скорее всего, в фоновом режиме как раз таки мониторит те самые файлы и занимает небольшую производительность устройства. И если его удалили, то значит так нужно было. И последнее, чем у нас отличаются настройки Android Go от стандартного Android Go – это тем, что в Android Go у нас отсутствует возможность добавления нескольких пользователей. Давайте, допустим, зайдем в настройки аккаунта. На голом Андроиде он, кажется, называется «Аккаунты и пользователи». То есть можно добавить несколько пользователей в телефон. Основной – рабочий профиль. Либо, если у вас ребенок, то добавляйте детский. Когда ребенок у вас берет телефон, активируйте детский профиль и там будут приложения только для ребенка. То есть всякие игры и тому подобное. Потом переходите на основной профиль и этих игр не будет. И эту возможность выпилили по понятным причинам, потому что если у нас будет несколько пользователей на телефоне, то они будут занимать дополнительную память. А так как памяти у нас здесь очень мало, то и эта функция, соответственно, не нужна. И вторая фишка Android Go – это у нас не только обновленная прошивка, но также еще и облегченные приложения. И естественно, что мы поговорим о каждом из этих приложений в отдельности. Но начать все-таки стоит с лаунчера, потому что лаунчер у нас здесь тоже не стандартный от Xiaomi, но он тоже является облегченным лаунчером, а конкретно это наследник Poco Launcher и называется он Mind Launcher. Из основных его фишек, как вы уже могли заметить, это вызов шторки свайпом сверху вниз вот так вот пальцем из любой части экрана. Также, если зайти в меню приложений, то давайте зайдем сюда. И, кстати, обратите внимание, как у нас в принципе работает телефон. Сейчас у меня идет запись экрана, поэтому он может немножко подтормаживать, но обратите на анимацию. То есть у нас здесь, напомню, всего 1 гигабайт оперативной памяти, очень дешевая флэш-память, там 8 гигабайт всего. Меню не лагает, вот шторку взываем, ничего не лагает. Это просто какое-то чудо, я об этом скажу в полном обзоре этого телефона. И вот смотрите, у нас в этом лаунчере также есть подразделение приложений, то есть как в Poco Launcher – это общение, развлечение, фотографии, инструменты, тележизни и так далее. И все это можно настраивать. И теперь давайте, конечно же, перейдем в настройки. В настройках из интересного можно отметить это то, что можно у нас настраивать макеек экрана. То есть у нас вот здесь есть выбор из четырех или трех приложений, а также размер самих этих приложений, то есть вот очень больших либо очень маленьких, как кому больше нравится. И на самом деле кастомизация такого плана – это очень хорошо. И теперь мы уже перейдем к специальным приложениям, которые у нас разработала компания Google. И первое приложение – это у нас будет Google Go. На самом деле это очень крутое приложение, я считаю, что оно намного лучше стандартного гугловского приложения, которое у нас есть для всех остальных смартфонов. И давайте я вам покажу, что оно умеет. И прежде всего, конечно же, зайдем в настройки. И как вы могли первым-наперво заметить, можно выбрать специальные обои. То есть любые фотографии скачивайте с интернета, либо свои. В обычном стандартном гугловском приложении у нас только белый экран и выбрать ничего нельзя. Также из интересного в настройках сразу у нас следом идет выбор двух языков. То есть мы можем искать в поиске сразу на двух языках. Например, у меня это выбран русский и английский, но можно выбрать любой другой дополнительный язык. Вот видите, у нас здесь есть целая куча. Ну и естественно, если у нас устройства все-таки слабые, они продаются в странах, где у нас не очень развит интернет, его скорость и трафик, то естественно, здесь есть упрощенный режим, который у нас облегчает сайты. Давайте я вам покажу, включим допустим упрощенный режим. Заходим на Яндекс. И вот видите, у нас отображается иконка Light. То есть у нас сейчас вот, вот так вот у нас выглядит облегченная версия Яндекса. Но как вы поняли, это не очень. Поэтому я эту функцию, естественно, отключил, потому что с интернетом в нашей стране, слава богу, более-менее все нормально. Первая иконка у нас, естественно, отвечает за поиск. Если мы сюда нажмем, то у нас отображаются тренды в поисках, которые у нас сейчас есть. Например, сегодня были проблемы у Фейсбука и Инстаграма. Поэтому, видите, люди ищут, что Инстаграм не работает. Также вышел недавно человек-бук, точнее, у нас сейчас выходит человек-бук далее дома. Люди также его ищут. И, например, какой праздник у нас в 3 июля. По этим трендам, на самом деле, можно гадать, что вообще у нас происходит в стране и что людей интересует. Третье – это Google Lens. Он у нас здесь облегченный. Здесь и в стандартном Google Lens можно искать сразу и тексты, и какие-то книжки. Там вроде как есть 5 функций того, что может искать Google Lens. Давайте я наведу. Камера здесь достаточно посредственная. Он у нас текст не распознал. Но если сфоткать его крупным планом, то можно его сразу перевести. Либо, если у вас какие-то проблемы со слухом, телефон его прочитает, либо же найдет этот текст в поисковике Google. Четвертое – это стандартная лента, как и на самом обычном приложении Google. Но только если у нас на обычных Android смартфонах она у нас располагается слева, то здесь это все у нас расположено в отдельном приложении Google. Нажимаем на ленту и вот нам предлагаются статьи, которые нам предлагает Google почитать в зависимости, например, от моих интересов. Четвертая и пятая позиция, как вы можете видеть, это поиск картинок. И GIF это на самом деле очень удобно. То есть мы по одному нажатию сразу переходим на поиск картинок. И здесь у нас сразу они разбиты по тематикам. Либо мы можем найти какие-то картинки по нашим поисковым запросам. Например, нажмем «Спокойной ночи» и вот он нам выдаст картинки по этой тематике. И на самом деле вот это очень удобно для всяких бабушек и тех, кто сидит в WhatsApp. Я думаю, у каждого такой есть человек, который пересылает им открытки. И вы прикаляете, вот они заходят в это приложение, потом сразу нажимают на картинки, такой «Сегодня доброе утро». И он нажимает на это прекрасное настроение на весь день, зажимает его, поделится и все, и рассылает всем своим друзьям в WhatsApp. Это уже очень удобно для них, но вы об этом им не говорите, чтобы они как раз таки меньше этих отлыток пересылали. Теперь давайте попробуем что-то найти, например, вот «Погода». Я нажимаю. И так вот видите, вот у нас высветилась погода. Так как я говорил, мы можем искать погоду сразу на двух языках. То есть вот у нас сразу видим English, нажимаем на него, и у меня поисковый запрос переведен сразу на другой язык, на английский. Нажимаем на русский и обратно. Допустим, давайте введем что-нибудь посложнее. Кто был президентом Бразилии в 1968 году, так что в голову пришло, я и сказал, вот Артур Коста и Сильва, нажимаем на английский, вот он сразу перевел. Это очень удобно, если вот вам нужно искать информацию сразу на двух языках, это прям мега удобно. Такого нет в основном приложения Google, я не знаю, почему этого нет. Также вы видите, у нас есть какие-то интерактивные подсказки. Пробуем что-нибудь найти, например, Матч ТВ. И вот у нас здесь есть сразу интерактивные подсказки. Расписание, YouTube, SPB, Zenith, страна, Аргентина, Бразилия. То есть это очень удобно. Мы что-то ввели, и Google нам сразу подсказывает, а что можно, как можно еще дополнить этот поисковый запрос. Опять же, почему этого нет в основном приложения Google, и я не понимаю. Само приложение очень классное. Его можно поставить на обычное устройство, нужно скачивать отдельное АПК. У меня есть об этом отдельное видео, сейчас оно выглядит вот здесь вот плашкой. То есть вы вводите Google Google Go APK, скачивайте его, например, с APK Mirror, и им можно пользоваться. Но, к сожалению, его нельзя поставить как дефолтное приложение по поиску. То есть поэтому в этом плане немножко неудобно. Но если вам оно понравилось, потому что оно реально очень удобное, то смело скачивайте и пользуйтесь, я прям рекомендую. Следующее приложение это у нас Assistant Go, и на самом деле он у нас ничем не отличается от основного ассистента. Вот давайте я сейчас буду что-то говорить, он будет записывать мои слова и очень быстро их транслировать в текст. Сейчас давайте остановимся, он что-то подумал. Такой обзор Google Assistant. Вроде бы, кстати, от розетки-то, не знаю. И, грубо говоря, здесь больше ничего нет. Следующее приложение это у нас Maps Go, и оно, на самом деле, у нас очень интересное с одной стороны и очень плохое с другой стороны. Во-первых, это веб-приложение, то есть оно у нас подгружается из сети. У нас, конечно, здесь есть какие-то кэш-файлы, то есть основной интерфейс, но без интернета оно не будет работать. Вы здесь сразу обнаружите, что здесь нельзя скачать карты, то есть я не могу скачать карты в Санкт-Петербурге и пользоваться этим оффлайн, потому что памяти у нас на этом телефоне очень мало. И видим, Google подумали, что зачем эта возможность пользователям, у которых мало памяти, не будут они ее еще больше захламлять. И вот видим из основного маршрута, ну и все, грубо говоря, здесь больше ничего нет. И он нам только будет показывать какую-то необходимую информацию, также как, в принципе, и в другом приложении. Следующее приложение из серии Go, это у нас, естественно, Gmail. Давайте зайдем в него. И, как видим, дизайн у нас сохранился старый, даже несмотря на то, что это приложение у меня обновлялось совершенно недавно. В новом дизайне, я напомню, он у нас такой весь абсолютно беленький. Из настроек и функционала оно, я бы сказал, никак не пострадало, хоть оно и облегченное, но, в принципе, работает оно абсолютно нормально. Давайте зайдем общие настройки, также можно все достаточно гибко настраивать. Но, единственное, здесь нет действия по умолчанию для свайпов с двух сторон. Есть всего один свайп с одной стороны, то есть удалить, либо удалить. Все, не могу, допустим, отметить, что прочитано и удалить, а только удалить и удалить, это, конечно же, неудобно. Последнее основное приложение из серии Go, это у нас YouTube Go. Оно, на самом деле, вот самое необычное из всех пяти, которые я вам сейчас показывал. Давайте заходим в него. Сразу же видим, у нас есть только главная страница и скачаные. Подписки у нас находятся сверху. Давайте нажмем сюда, давайте включим Варламова, допустим. Вот, и он нам предлагает, что мы можем смотреть экономию трафику, то есть 360, 420 и 720, то есть высокое качество. Также у нас есть предосмотр, сейчас он нам включит гифки всякие, да, и показывает картинки из этого видео, чтобы мы могли понять, о чем оно. Давайте у нас включим стандартное качество. Здесь нет лайков и комментариев. Давайте спустимся вниз, все, комментариев нет, просто дальше не пускать, только сплошные рекомендации. Давайте раскроем сюда, где хотя бы лайки. Их также нет, ни лайков, ни комментариев нет, очень странно. И что еще самое неудобное, нельзя сворачивать приложение. Давайте, допустим, откроем Усачева, да, стандартное качество. Вот так вот делаем, и видео у нас сворачивается, и мы можем еще параллельно что-то скролить. Здесь этого нельзя делать, все, больше ничего нет. Нельзя свернуть, делаем назад, видео пропало, и все. Я не могу его смотреть как-то в параллели, не знаю. Очень неудобный YouTube Go, я его не могу рекомендовать, вообще ни в коем случае. Вот, но для этого у нас все-таки есть Play Market, и на Android Go можно скачивать обычные приложения, абсолютно любые, нет никаких запретов. В общем-то и целом, это вот у нас есть Android Go, это у нас облегченная прошивка, где некоторые функции основные, переработали всю начинку систем. Ну, я, конечно, нутрирую, грубо говоря, ее облегчили. И также у нас вот есть основные приложения из Go серии. На этом, друзья, вот все. Надеюсь, что вы узнали что-то новое, это видео было для вас познавательным. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!